Министерство обороны Великобритании считает, что уничтожение украинскими защитниками российского ракетного катера «Ивановец» может повлиять на перемещение российских систем управления. В последнем отчете ведомства, впрочем, сказано, что оккупанты продолжают сохранять способность осуществлять по Украине дальнобойные удары. Об этом и не только говорим со спикером Украинской добровольческой армии «Юг» Сергеем Братчуком, который к нашему эфиру присоединится в самое ближайшее время. Вот он уже с нами на связи. Сергей Борисович, рады приветствовать. Добрый вечер. Слава Украине, слава вооруженным силам, витаю. Добрый вечер. Героям слава. Сергей Борисович, интересную информацию. Вы слышали подводку к нашей с вами беседе или нет? Могу перечитать. Успел, если можно повторить. Да, конечно. Будет интересно, уверены нашим зрителям тоже. Это информация, которую публикует Минобороны Великобритании. Так вот, там представители Минобороны Великобритании считают, что уничтожение украинскими защитниками российского ракетного катера «Ивановец» может повлиять на перемещение российских систем управления. В то же время в отчете этого же ведомства говорится о том, что на данном этапе российский флот все еще способен наносить, но дальнобойные удары по украинской территории, мирным украинским городам и населенным пунктам. Ваше видение ситуации. Вот как ситуация изменилась сразу после того, как, скажем, «Ивановец» пошел ко дну на Кормакулу? Ну, во-первых, я думаю, что как раз событие с «Ивановцем», его уничтожение, это стало такой последней жирной, не чернильной точкой перед тем, как президент Украины подписал указ о создании нового рода, который будет в составе вооруженных сил Украины, беспилотных систем, потому что именно дроны «Магура», они уничтожали этот «Ивановец», который потенциально нес угрозу кораблям, следующим по экспортному коридору. Это надводные, конечно же, корабли, по которым он мог производить выстрелы, в том числе ракетами «Москит», являющимися очень опасными. Поэтому, ну вот, собственно, я думаю, что президент ожидал вот такого эффектного момента и подписал этот указ. Хотя, конечно, я тут шучу, тут доля иронии в любом случае. Так вот, если говорить о том, что вот такая ситуация в Черном море, она сегодня полностью, инициатива принадлежит сегодня Украине, это очевидно, и это мы можем констатировать как факт, то угроза нанесения ракетных ударов со стороны тех кораблей, которые пока еще остались в составе Черноморского флота Российской Федерации, конечно, угроза очень высока. Потому что флот не уничтожен, даже несмотря на те, ну просто удивительные результаты, которые показали украинские силы обороны в Черном море. Когда мы говорим о том, что фактически треть боеспособного состава Черноморского флота на сегодня или уничтожены, или получили значительные повреждения. Ракеты и калибры, к сожалению, остаются на бортах ракетоносителей. Ракетоносители присутствуют в Черном море, и действительно, они могут наносить удары по нашим не только прибрежным регионам, мы говорим о юге нашей страны, но и, конечно, по другим областям Украины, потому что соответствующие технические характеристики в этих калибрах есть, к сожалению. Что касается, скажем так, переформатирования, наверное, прежде всего, Черноморского флота Российской Федерации, я думаю, что российская сторона как раз сейчас над этим активно работает. Потому что понятно, что такие удары интенсивные по боеспособности Черноморского флота, они, ну скажем так, внесли некую панику, мягко говоря, в рядах высшего военно-политического руководства Российской Федерации, с другой стороны, они прекрасно понимают, что если так и дальше будут продолжаться, то Черноморская флотилия, мы сегодня говорим об этом, что это не флот, а флотилия, может превратиться, нет, она не может превратиться, ее просто не будет. Все это прекрасно понимают. Поэтому сейчас идет, насколько мне известно, срочный поиск того формата, который позволит Черноморской флотилии Российской Федерации огрызаться в Черном море и пытаться наносить удары по нашим территориям. Потому что задача Черноморского флота, она была в том числе, это поддержка сухопутной компоненты на фронте, но сегодня этот функционал очень ограничен. Сергей Варисович, а каким может быть этот формат, как вы считаете, с вашей профессиональной точки зрения? Мне сложно говорить, я не военный моряк, хоть и офицер с запасом, но в любом случае мы прекрасно понимаем, что сегодня Россия будет пытаться, создать некую локацию, где смогут они заряжать свои ракетоносители калибром. Потому что Севастополь пока еще временно оккупирована, там, как мы знаем, находится основная база снаряжения этих ракетоносителей Черноморского флота ракетами морского базирования типа «Калибр». Соответственно, сегодня такая локация, насколько мне известно, она определена, и россияне пытаются ее очень быстрыми темпами создавать для того, чтобы перезарядить ракетоносители, чтобы было понятно нашим телезрителям. То есть отстрелялись, ушли в этот пункт назначения, снова приняли ракеты на борт и снова начали стрелять. Потому что калибров их немало, я не говорю, что они могут закончиться сегодня или завтра, но их все-таки немало. Это серьезная угроза. Это то, с чем справляется наша система противовоздушной обороны. Но мы видим, что россияне атакуют и могут атаковать Украину, в нашей области комбинированными атаками. То есть это использование ракет различной номенклатуры, это и море, это и воздух. Соответственно, это, если мы говорим о баллистике, это территория временно оккупированного Крыма. Ну и такая компонента, как шахеды, конечно, тоже может присутствовать. Поэтому угроза вот такая есть. Не дать переформатировать, по крайней мере, вот этот элемент российской и черноморской плотили, я думаю, что это на сегодня одна из основных задач наших сил обороны. Креатива хватает у наших воинов, ну и, соответственно, я уверен, что хватит и ресурса, и огневой мощи, для того, чтобы провести соответствующие операции. Но прекрасно надо понимать, что россияне тоже будут к этому готовиться и пытаться обороняться. Но надеюсь, что им ничего не поможет. Мы вначале нашего информационного блока, когда озвучивали статистику потери купантов, и вот на цифре, где были корабли, катера, подлодки, мы озвучили вот такую вот информацию, которую, кажется, нужно повторить, потому что как раз мы говорим о флоте и флотилии. Так вот, по данным Генштаба ВСУ, украинские силы вывели из строя за время масштабного вторжения около 33% боевых кораблей Черноморского флота Российской Федерации. То есть из 74 было выведено из строя 24 плюс одна подлодка. Как это уже чувствуется, сколько это ударило по оккупантам и вот эти прилеты, которые бывают по Крыму, например, Бельбек? Как мы видим, как Россия реагирует? И есть ли у них сейчас силы для того, чтобы оперативно отвечать, либо же убирать свои важные объекты с тех мест, куда может прилететь Бавовна? Ну, соответственно, перемещение и маневры по территории временно оккупированного Крыма, систем противовоздушной обороны российских оккупантов, это происходит постоянно. Потому что Крым не настолько большой полуостров, чтобы можно было, ну, скажем так, скрыть эти локации. Поэтому постоянно приходится перемещаться. Это первый момент. Не забываем о логистике. Логистика – это тоже перемещение. Это то, что видно. Это то, что можно определить с помощью разведки. Разведки различными, понятное дело, способами и, соответственно, принимать соответствующие решения. Что касается кораблей, то мы говорили о том, что ситуация полностью отслеживается и мониторится. И опять-таки, после таких ударов, например, как по Бельбеку, абсолютно верно, враг задумывается о том, что необходимы, ну, скажем так, определенные действия для того, чтобы обезопасить именно военные аэродромы, именно авиацию от возможных ударов украинских сил обороны. Потому что более полугода назад, если я не ошибаюсь, а может даже чуть-чуть больше, в вашей студии в том числе мы говорили о том, что придет тот момент, когда все военные объекты на территории временно оккупированного Крыма будут находиться как минимум в зоне поражения украинских сил обороны, кто-то из оккупантов даже тихонечко посмеивался. Но наши прогнозы оправдались, наши видные ситуации показывают, что так ситуация будет развиваться и дальше. Потому что будут уничтожаться аэродромы, будет уничтожаться логистика. И еще раз скажу, враг будет сегодня максимально попытаться это все защитить всеми доступными средствами и способами. Есть у врага сегодня силы, мы не можем его недооценивать. Опять-таки, я не зря говорю о баллистике. Это то, что болит Одессе, это то, что болит Николаеву, ну и, в принципе, другим регионам нашей страны, Днепропетровской области, Болтавской области, то, что из Крыма летит именно в эти регионы, и не только. Это Джанкой, это Красноперекопс, это другие объекты, о которых знают силы обороны. Я надеюсь, что мы услышим в ближайшем будущем о других военных успехах на территории временно оккупированного Крыма. Да, в частности, оккупанты пока еще контролируют Кенбурнскую косу, и поступает информация, согласно которой, да, пытаются таким образом, обстреливая, например, украинскую территорию, оттуда оттягивать наши войска от херсонского направления. Насколько это соответствует действительности? Ну, в любом случае, мы прекрасно понимаем, что если у врага есть сегодня плацдарм или локации, с каких он может пытаться атаковать украинские позиции нашей регионы, понятное дело, что для противодействия необходимы силы и средства, задействованные с нашей стороны. Понятно, что это отвлечение ресурса, в том числе Кенбурн, да, это, ну, такой мозоль довольно-таки неприятный, но, опять-таки, оставаясь сдержанным оптимистом, я прекрасно понимаю, что и до Кенбурнской косы тоже дойдет время, не все может сразу получаться, это тоже надо воспринимать нормально, потому что всегда завышенные ожидания, они приводят к плохим результатам. Надо думать реалиями, реалии сегодня соответствуют тем позициям, которые есть, над этим силы обороны работают, это я знаю наверняка. Ну что ж, Сергей Борисович, спасибо большое, спасибо за предоставленную информацию, ждем положительных новостей, ждем их каждый день практически, да, иногда. Они будут, они будут. Это действительно так. Сохраняем оптимизм, пускай сдержанный, пускай очень осторожный, но тем не менее. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии, Юг присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.